В понедельник с рабочим визитом в Кашхабльский район прибыл глава ДГИ Мурат Кумпилов и первым делом внимание сельскому хозяйству, ведь это основа экономики муниципалитета. Глава ДГИ посетил молочную ферму, предприятие активно участвует в программах господдержки. Знакомство с КФХ провел его руководитель Мурат Бружев. В 2019 году предприниматель получил грант Агростартап на развитие молочной фермы в размере 3 миллиона рублей. Сегодня на ферме содержится 150 голов корейс, в том числе маточные стадо – 110 голов. За год здесь произведено 80 тонн молока, которое поставляется местному производителю адыгейского сыра Музаводу Тамбовский. Глава ДГИ дал высокую оценку работе предприятия и призвал руководством муниципалитета и Минсельхоза республики вовлекать больше сельхозтоваропроизводителей в мероприятия по развитию мясного и молока. скотоводства племенного животноводства. Отметим, на сегодняшний день Кашхабльский район лидирует в республике по числу КФХ и аграрьев, воспользовавшихся грантовой поддержкой для начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм. В рамках рабочей поездки в Кашхабльский район глава ДГИ Мурат Кумпилов побывал в гостях у многодетной семьи Хашховых. Каплан и Сусанов в браке уже почти 20 лет, воспитывают пятерых детей. Глава семьи занят в строительстве сельском хозяйстве, его супруга работает учителем информатики и математики. Глава республики Тепло побеседовал со старейшими членами семьи Асланом и Зуриат Хашховыми, поблагодарил их за воспитание достойных детей и внуков. В разговоре с многодетной четой глава ДГИ поинтересовался чаяниями семьи, успехами детей, их выбором будущей профессии. Супруги Каплан и Сусана Хашховы поблагодарили главу республики за внимание к многодетным семьям. В этот же день Мурат Кумпилов побывал на месте реконструкции памятника в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Глава республики отметил особую важность приведения в порядок всех воинских мемориалов в преддверии 75-летия Победы и поблагодарил представителей социально ориентированного бизнеса, принимающих участия в этой работе. Затем Мурат Кумпилов принял участие в работе сессии Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. С отчетом о проделанной работе в прошлом году выступил руководитель муниципального образования Заур Хамирзов. На мероприятии также присутствовали председатель Госсовета Хаса Республики Адыгея Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полупреда президента Российской Федерации в ЮФО по Республике Адыгея Сергей Дрокин, депутаты Государственного совета Хаса Республики Адыгея, члены кабинета министра в республике, работники администрации, муниципалитета и представители общественности. Провел сессию председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Выступая с отчетным докладом, глава района Заур Хамирзов отметил, что с прошлого года в районе при поддержке федеральных и республиканских органов власти начата реализация 12 нацпроектов. С прошлого года в районе начата реализация 12 федеральных и национальных проектов, которые направлены на кардинальные улучшения во всех отраслях и жизнедеятельностях района. Наша задача – максимально использовать эти возможности для развития района, поскольку их успешная реализация позволяет решать не только социальные вопросы, но и повышает инвестиционную привлекательность территории. Указом президента Российской Федерации номер 193 от 24 апреля 2019 года определены 15 основных показателей жизни нашего общества – экономика, строительство, образование, экология, темография, уровень жизни, по которым дается оценка деятельности главного субъекта Российской Федерации, а значит и органов местного самоуправления. Для достижения указанных показателей в 2019 году начата работа по формированию нового подхода в вопросах стратегического управления и планирования в формате X-матреса, где определены главные стратегические цели на период до 2023 года, а также разработаны тактики, мероприятия и результаты TPI, которые должны быть достигнуты в 2020 году. С нашей стороны и со стороны глав сельских поселений есть понимание важности поставленных задач, и мы приложим максимум совместных усилий по их исполнению. Наиболее главный приоритетный национальный проект – это демография, направленная на решение одной из самых сложных проблем сегодняшнего дня – проблему снижения численности населения. Сегодня Кашкабрский район – это шестое по численности население района Республики Адыгея, где проживает 29 497 человек, включая 14 053 человек трудоспособного населения, а также 8 153 пенсионеров и 7 291 детей. По итогам 2019 года в районе родилось 226 детей, аналогичный период прошлого года – 233 детей. Смертность составила 394 человека, аналогичный период прошлого года – 356 человек. Естественная убыль – минус 168 человек, аналогичный период прошлого года – 123. Умерло по старости 61 человек, аналогичный период прошлого года – 53, или 15,5% от общего числа умерших. Проблема естественной убыли сегодня стоит остро на повестке дня в районе, и наша задача – создать такие условия для проживания, чтобы молодые люди видели жизненную перспективу, имели достойную заработную плату, заводились жильем, строили семьи, воспитывали детей. За 2019 год было заключено 80 браков, аналогичный период прошлого года – 82 брака, зарегистрировано 76 разводов, аналогичный период прошлого года – 78 разводов. Укрепление системы семейных ценностей, стимулированная рост рождаемости сегодня стоит во главе социальной политики района. В целях увеличения продолжительности жизни населения и снижения смертности в районе реализуется программа социальной поддержки граждан. По программе устойчивого развития сельских территорий, 6 семей получили свидетельство о правильном получении социальной выплаты на сумму 4,5 рублей. По программе обеспечения жильем молодых семей, 9 молодых семей прообрели жилые помещения общей площадью 906 квадратных метров на общую сумму 9 миллионов рублей. Реализуется указ президента Российской Федерации по обеспечению многодетных семей земельными участками. Всего за весь период в этой категории УТОС обеспечить земельными участками 145 многодетных семей, и на сегодняшний день очередности в этом направлении нет. В рамках код программы обеспечения инженерной инфраструктуры земельных участков в выделяемых семьях, имеющих трех и более детей, в 2019 году были выполнены работу по строительству дорог к этим участкам с привлечением средств в сумме 2,85 миллиона рублей, включая средства местного бюджета в размере 1,4 миллиона рублей. Отрадно и то, что в прошлом году 84 семей реализовали свое право на получение выплаты по материнскому капиталу через органы пенсионного фонда. Все эти меры в совокупности должны стать фактором улучшения ситуации в демографической сфере района. Вся проводимая работа направлена на преодоление трудностей развития семей, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, в целом развития вопросов, связанных с демографией. Главным инструментом исполнения муниципальных полномочий в социальной сфере является районный бюджет, отметил глава администрации. За 2019 год общий объем доходов консолидированного бюджета Кашкабрского района составил 830,4 миллиона рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 161,6 миллиона рублей, безвозмездные поступления 601,9 миллиона рублей. Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов по отношению к прошлому году 110,9%. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2019 год на 15,8 миллиона рублей больше, чем в 2018 году. В конце 2019 года руководством Республики Адыгея была выделена бюджетом муниципального образования Кашкабрского района дополнительная финансовая помощь в объеме 35,2 миллиона рублей, благодаря чему муниципальному образованию удалось обеспечить надержавшие завершение года за своевременной выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы района и финансированием пинетов бюджетом расходных обязательств. В 2019 году, как и в предыдущие годы, исполнены целевые ориентиры по уровню средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленные в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации. Промышленному производству принадлежит одно из ведущих мест в экономике района. Результат их работы оказывает важнейшее влияние на формирование местного бюджета. В 2019 году сохранилась структура объема окруженной продукции на территории района, в котором 49,6% объема сформировано предприятиями перерабатывающей отрасли, а 48,3% – организациями, добывающими углеводородное сырье и полезное ископаемое. По итогам 2019 года индекс промышленного производства увеличился на 3,6%, а объем окруженной товарной продукции составил 2,6 млрд рублей или 106% от уровня прогнозных показателей. Основной объем окруженной продукции приходит на долю ООО «Мамрука», «Южгазэнерджи», «Кашхабрский КНМ», «Атагея Неруд», «Кашхабрский сырзавод». В основе экономического развития, безусловно, лежит целенаправленная системная работа по подключению инвестиций, повышению предпринимательской активности, улучшению делового климата в районе, обеспечению конкуренции. Общий объем инвестиционных вложений в основной капитал по предварительной оценке в 2019 году составил 454 млн рублей. Основную долю в инвестиционном вложении в производственной сфере в сумме 237 млн рублей обеспечило предприятие «Южгазэнерджи», а также предприятие «Мамрука» в сумме 14 млн рублей. В направлении инвестиционной деятельности на сегодняшний день в работе находятся 6 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 100 млн рублей, которые будут реализованы в ближайшей перспективе. В 2019 году сформировано 5 инвестиционных площадок с целью привлечения потенциальных инвесторов в создание новых производств и рабочих мест. В своем докладе Заур Хамирзов подчеркнул, что устойчивая и положительная динамика производства сельхозпродукции – это прежде всего результат последовательной государственной поддержки сельской экономики, слаженной работы всех звеньев аграрного сектора района. По состоянию 1 января 2020 года в районе находится в обороте 45 684 гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Из них 35 118 гектар пашни, 33 гектара многолетних насаждений, 9845 гектар пашни. Сельскохозяйственный комплекс района сегодня – это 5 сельхозпредприятий. Это «Ренессанс», «Эльбурс-1», «Гринагра», «Азамат», «Акер-М». Два сельскохозяйственных кооператива – это «Мясной партнер Шахмирсов» и «Бар Сехов». 611 крестьянско-фермерских хозяйств. Валовый сбор зерновых и зерновобовых культур составил 117 704 тонн. Радует, что в районе положено начало развитию сельдоводческой отрасли. В Волинском сельском поселении реализуется проект по созданию фруктового сада «Фруктовая усадьба». Общий объем инвестиционных положений в проекте по плану составляет 100 миллионов рублей. На сегодняшний день на площадь 28 гектаров высажено 12 тысяч саженцев вишни и сливы. Объем вложений за 2019 год составил 12 миллионов рублей. В перспективе планируется строительство цехов для переработки и хранения выращенной продукции. Продолжает развиваться одно из первых садоводческих хозяйств «Ренагра», которое посадило саженцы яблоны на 37 гектар и планирует расширить площадь посадки до 67 гектаров. Сумма вложений с 2016 года в проект 57 миллионов рублей. Из них за 2019 год 26 миллионов рублей. Завершена высадка черешина 10 гектаров в фермерском хозяйстве Ямыково-Беслана, а также на площади 13 гектаров в хозяйстве метровой Аминат. Общий объем вложений составил 13,9 миллионов рублей. В Волинском сельском поселении проведены подготовительные работы «Миллиорация» на площади 3,5 гектара для дальнейшей посадки и живики предприятия «РБС Акро». Объем финансовых вложений в проект в 2020 году планируется на уровне 4 миллионов рублей. Немаловажная отрасль животноводства. Поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 1 января 2020 года составляет 9 322 головы. При этом коров 5 173 голов, овец и кос 21 991 головы, поголовье с ней 1033. Необходимо отметить, что в крестьянско-фермерских хозяйствах наблюдается рост подголовья КРС. В 2019 году еще 3 КФХ, оставшие обладатели мигрантов, закупили 100 голов КРС, включая 25 коров и 75 нителей. Кроме этого, в 2019 году фермерами закуплено 40 голов КРС на откорм. Производство мяса, скот и птицы на убой в живом весе на 1 января 2020 года составило 4,5 тысяч тонн. Целевой индикатор производства скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств выполнен за счет овцеводства, овцеводства и свиноводства. Стабильность функционирования объектов коммунальной инфраструктуры и состояния жилого фонда – один из главных показателей качества жизни населения. Над этой задачей администрация района работает в ежедневном режиме. В последние годы мы ставили перед собой задачу не только создавать условия для развития жилищного строительства, но и развивать программы, которые позволяют нашим жителям улучшать свои жилищные условия. Не остаются без внимания и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей. В целях исполнения полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, на сумму 9,1 млн. рублей приобретено 9 жилых помещений для дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот. В рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья в Кашхабле планируется строительство 7-квартирного коттеджа дома, а также 2-квартирного коттеджа поселка Дмитриевский. В районе реализуется приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Очень востребованный проект как со стороны граждан, так и со стороны муниципальных образований. В 2019 году в целях полустройства общественных территорий и создания комфортной городской среды району были выделены средства в размере 8 млн. рублей со финансированием средств местного бюджета в размере 421 тыс. рублей. Были продолжены работы по полустройству парковой зоны Аоли Кашхабле, включая устройство плоскостного фонтана, ремонт существующего разрушенного татуарного покрытия в общей площади 1500 квадратных метров, а также установка нового уличного освещения и малых архитектурных форм. Также в парке оборудована детская площадка на сумму 1 млн. рублей. В рамках программы мероприятия проведены работы по полустройству воровых территорий многоквартирных домов Аоли Кашхабле и поселка Майский, а также по полустройству общественной зоны Аоли Кашхабле. Общий объем финансированных работ составился на 0,2 млн. рублей. С 2019 года реализуется новое направление «Инициативное бюджетирование», которое предполагает вовлечение граждан в реализацию проектов, направленных на решение задач местного значения. И это очень важный момент, ведь судьбу своего двора, улицы, населенного пункта должны решать сами граждане. В рамках соглашений заключенных администрацией района и администрациями сельских поселений с Министерством финансов Республики Адыге реализованы проекты развития общественной инфраструктуры и муниципальных образований, основанных на местных инициативах. В Кашхабльском районе в реализации указанных проектов участвовали три сельских поселения – Волинское, Майское и Натребовское поселения. В рамках указанных проектов осуществлены следующие мероприятия. Ремонт автомобильной дороги к социально значимому объекту в селе Вольное по переулку Западных к СОШу номер 9. Ремонт и благоустройство улицы Заводская поселка Майское от МКД по адресу улицы Заводская 1 до врачебной амбулатории. Благоустройство аллеи памяти в парковой зоне села Натырбово. Обустройство детской площадки в селе Вольное. Обустроена аллея к мечети Аллоход с площадью 1000 квадратных метров. Всего на эти мероприятия направлено средства в размере 7,6 млн. рублей, включая средства бюджетов поселений и средства, поступившие от населения и от предпринимателей в сумме на 0,7 млн. рублей. В 2019 году в Дмитриевском, Майском и Югурыхаевском сельских поселениях был проведен ремонт памятников и благоустройство прилегающих к ним территории на общую сумму на 0,6 млн. рублей. В рамках реализации мероприятий, грантовой поддержки местных инициатив граждан, программы гражданской инициативы в Югурыхаевском сельском поселении в 2019 году обустроена детская площадка на общую сумму на 0,2 млн. рублей. В том числе и с федерального бюджета 569 млн. рублей, местный бюджет 50 млн. рублей, небюджетные средства 40 млн. рублей. Хотим выразить слава благодарности Мамрукову Руслану и Миру Тукову Мухарбиеву, а также всем, кто принимал участие в этих проектах. Не менее важная отрасль, которая формирует комфорт, качество жизни и удобство жителей, это развитие дорожной сети, которая содержится за счет средств дорожного фонда. По итогам ушедшего года в дорожный фонд района поступило число 60 млн. рублей. За счет этих средств отремонтировано 42,5 км дорог на сумму 0,8 млн. рублей, а также подключено 1173 светоточек на сумму 0,8 млн. рублей. В 2019 году был проведен ремонт данного обвалования левого берега реки Лаба в районе Ауа-Игурухай протяженностью более 350 млн. Для проведения ремонтных работ из небюджетного фонда Кабинета Министра Республики Адыгея нашему району было выделено 20,7 млн. рублей. В настоящее время ведется строительство защитной дамбы на реке Лаба в районе хутора Шелковника протяженностью 4 км. На эти цели выделено более 66 млн. рублей. Работы завершатся в этом году. Подготовлено проектно-смертная документация на проведение за счет средств федерального бюджета капитального ремонта двух защитных дамб на реке Лаба. Проведение работ запланированных на 2021-2022 годы в Игурухаевском и на Требовском сельских поселениях. Проведение данных работ будет способствовать минимизации негативного воздействия паводков и вод и рисков потопления населенных пунктов. В соответствии с концепцией построения программного комплекса «Безопасный город» в районе выполняются мероприятия по развитию сети уличного видеонаблюдения. В 2019 году установлено 42 км. уличного видеонаблюдения. На эти цели потрачено 1,5 млн. рублей. Большое внимание на протяжении всего года отводилось вопросом чистоты населенных пунктов. Сельскими поселениями еженедельно проводилась акция «Чистый четверг». Большое внимание было уделено работе по расчистке лесополос. Проводилась высадка деревьев и кустарников. Обкашевывала острова, парковая зона, расчищаясь от старой поросли. А также все 9 мест сбора твердых коммунальных отходов были ликвидированы в 2019 году. Всего в районе было организовано 39 субботников, в которые активное участие принимали депутаты, общественные организации и жители района. Отдельно были затронуты вопросы, касающиеся развития образования и культуры района. В дошкольных образовательных учреждениях района в отчетный период функционировало 65 групп, в которых насчитывалось 1530 воспитанников и 150 педагогических работников дошкольного образования. Немаловажное значение в сфере образования имеет организация качественного питания в садах. Закупка продуктов питания для детских садов производится на конкурсной основе. Охват горячим питанием в садах района составляет 100%. Стоимость питания в садах на одного ребенка составляет в месяц 900 рублей. В 2019 году льготным питанием дошкольных образовательных учреждений района были ежемесячно охвачены 537 детей или 35% от общего числа детей в садах на сумму 2,3 миллиона рублей в год. В течение года продолжалась работа по совершенствованию материально-технической базы учреждений дошкольного образования. На улучшение оснащенности дошкольных образовательных учреждений было затрачено 5,5 миллиона рублей. Это на текущий ремонт, замена кровли, оконных блоков, электропроводки, закупка оборудования холодильного и морозильного оборудования, мебели. В 2019 году образовательных учреждений района горячим питанием было охвачено 3184 обучающихся или 95% от общего количества детей. Из них из числа 1-4 классов охвачено 1548 детей или 100%. Бесплатным питанием было охвачено 648 учащихся, относящихся к пригодной категории или 19,3% от общего числа детей. На эти цели было направлено 2,5 миллиона рублей с бюджетом муниципального образования Кашхар-Эскрейла. На укрепление и развитие материально-технической базы общего образовательного учреждения в отчетном 2019 году было направлено 29,4 миллиона рублей. С помощью этих средств удалось осуществить текущий ремонт, замена оконных блоков, замена электропроводки, замена кровли, содержание ремонта автобусов, оснащение медкабинетов, закупку мебели. Школа ООИ Гурухай была включена в государственную программу развития физической культуры и спорта в сельской местности, в результате чего проведен ремонт спортивного зала. В рамках соглашения главы Республики Адыгея с руководством ООО «Газпром» школа номер 1 ООО «Газпром» была включена в программу «Газпром детям» по строительству современного стадиона, на котором имеется футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, площадка для сдачи ПТО, стоимостью 16 миллионов рублей. В рамках государственной программы «Доступная среда» проведены работы по созданию условий ДОО номер 8 ООО «Газпром» для инклюзивного обучения детей и детей-инвалидов на сумму 600 тысяч рублей. В целях обеспечения профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, закупки на светоотражающие жилеты в количестве 1570 штук и проведена подписка на газету «Добрая дорога детства». На обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений в 2019 году из муниципального бюджета затрачено 1 миллион 200 тысяч рублей. В 2019 году все общеобразовательные учреждения перешли под охрану лицензированной организации ООО «Альфа». Не менее важной составляющей социального блока является сфера культуры. Все учреждения культуры в Кашкабрском районе охватывают 4 муниципальных учреждения культуры, 2 ДШИ и ЦНК, централизованная передачная система, с филиалами во всех сельских поселениях, а также 1 централизованная билотерия, 1 центр хозяйственного и технического обеспечения. В сфере культуры района занято 167 человек. Воспитанные педиши и педагоги и животные принимают участие во многих конкурсах и фестивалях, занимают призовые места. По итогам 2019 года стали лауреатами 89 человек, из них международные лауреаты и дипломаты 74, всероссийские 6, республиканских 9. Работники культуры ежегодно участвуют и занимают призовые места в республиканских фестивалях, Атгейский сыр, Халюж, праздник Атгейские тыквы. По итогам республиканского конкурса «Лучшая муниципальная библиотека» 2019 года признана Дмитровская сельская библиотека. Типлом победителя и первое место в третьем всероссийском творческом конкурсе для детей и педагогов получила преподаватель теории музыки Гудкова Татьяна Ревнировна. Прошедший 2019 год был ознаменован значимым мероприятием по улучшению автоструктуры сельской культуры в рамках регионального проекта «Культурная седа». Завершен капитальный ремонт сельского дома культуры в поселке Дмитровском. Вопрос о необходимости ремонта которого был поднят жителями в ходе прямого эфира Славой Республики Атгейев. Это стало возможно благодаря участию в программе развития культуры и искусства. Общий объем финансированной работы составил 5,7 миллиона рублей. В текущем году продолжена работа по строительству второй очереди объекта строительства Дома культуры в Аоле Хоц по программе развития культуры. Плановый объем финансирования в 2019 год составил 15,2 миллиона рублей. Завершена работа по созданию модельной муниципальной библиотеки в детской школе искусства АО Кашхабли по программе развития культуры и искусства с объемом финансирования работ 6,2 миллиона рублей. Это стало возможно благодаря участию в федеральном конкурсном отборе на создании модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта культура, в ходе которого наша библиотека стала победителем отбора и признана одной из лучших сельских библиотек Российской Федерации. Нам важно и дальше развивать сферу культуры. Важно создать такие условия, чтобы в районе будут заполнены залы сельских домов культуры в библиотеках, поскольку культурный образованный человек – основа общества. Важнейшим направлением в работе администрации остается развитие физической культуры и спорта, говорит Заур Хамирзов. Сегодня в районе функционирует спортивный комплекс «Анбэксдо», 12 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, одно футбольное поле с искусственным покрытием, 11 футбольных полей с травяным покрытием, 10 баскетбольных, 10 волейбольных площадок, два поля для ручного мяча, 7 многофункциональных площадок, 22 спортивных залов общей площадью 3500 квадратных метров. Всего в районе имеется 81 подсказных спортивных сооружений общей площадью 80 528 квадратных метров. В районе штатных работников физической культуры и спорта 67 человек. Работает 26 секций по 11 видам спорта. Охвачены все населенные пункты района, в которых занимаются 939 детей. В 2019 году проведено 72 спортивно-массовых мероприятия. В регистрацию в системе ГТО прошли 7 170 человек. Тестирование прошли 3850 жителей района или 54% от числа зарегистрированных. В ходе этого район занял второе место в рейтинге по республике Адыгея. На проведение спортивных мероприятий измешанного бюджета выделено 898 тысяч рублей. Район имеет давние футбольные традиции. Спортсмены нашего района достойно выступают на различных соревнованиях районного, республиканского и всероссийского уровня. Команда нашего района стала чемпионом республики во всероссийской акции дворового футбола и представляла республику Адыгея в городе Басква. Наши футболисты в рамках всероссийского проекта «Минифутбол в школу» стали призером республиканских финальных соревнований, а также заняли первое место в республике Адыгея в турнире «Кожаный мяч». Хочется сказать несколько слов о достижениях наших спортсменов. ЗДОист Азамат Дохов в 2019 году стал чемпионом Европы среди работников полиции под БЕДЗДО, а также совместно с Ульпаровым и Атамиром занял серебряные медали среди клубных команд под ЗДО. Наш тяжелый атлет Аслан Засижев стал чемпионом первенства России по тяжелой атлетике среди молодежи и завоевал себе путевку на чемпионате Европы в составе сборной России. Такие достижения мотивируют молодое поколение нашего района заниматься спортом и добиваться высоких результатов. В спорткомплексе «Сампо» и «ЦДО» на постоянной основе ежедневно занимаются семьи детей, а в вечернее время тренажерный зал бесплатно открыт для населения района, что дает возможность ежедневных занятий для всех желающих. Нами уделяется большое внимание развитию спортивной инфраструктуры. За отчетный период по федеральной программе развития физической культуры и спорта произведена реконструкция футбольного поля и укладка искусственного покрытия на базе детско-юношеской спортивной школы. Важно продолжить работу по созданию условий, чтобы занятия спортом стали по-настоящему доступными для граждан любого возраста. Вопросы медицины волнуют большинство наших граждан, поэтому им уделяется первостепенное внимание. Лечебная сеть учреждений здравоохранения района – это центральная районная больница и поликлиника. Шесть врачебных амбулаторий, 11 фапов, круглосуточный стационарный 87 лечебных коек. В 2019 году программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению района выполнена в полном объеме. Расходы на здравоохранение в отчетном году составили 160 миллионов рублей за счет всех источников финансирования, в том числе средства ОМС – 143 миллиона рублей. Главной проблемой для районной сети здравоохранения остается дефицит кадров. На сегодняшний день в системе здравоохранения трудится 343 человек, в том числе 43 врачей, 155 средних медицинских работников, 143 работников прочего персонала. Укомплектованность кадрами достаточно низкая – врачебными кадрами 47%, средним персоналом – 82%. В последний год обеспеченность врачебными кадрами в районе остается на низком уровне. Несмотря на действующую программу «Земский доктор», в рамках которой врачам в сельской местности выделяется 1 миллион рублей на приобретение жилья. Для привлечения молодых врачебных кадров на уровне муниципалитета разрабатывается программа по поддержке врачей в сельской местности. Планируется предоставление жилья на конкурсной основе. В рамках реализации национального проекта здоровья в районе на базе Кашкаповский цех был построен сортировочный эвакуационный вертолетная площадка. Объем финансирования составил по данному объекту 2,28 миллиона рублей. Закуплено 10 современных функциональных кроватей с функцией вертикализации для неврологического отделения на сумму 674 тысячи рублей. Особое место в районе отводится решению проблем, касающихся слабо защищенных слов населения – пенсионеров, инвалидов, семей с детьми. Численность получателей государственной социальной поддержки в 2019 году составила 6103 человек на сумму 88,9 миллиона рублей. Социальный блок охватывает 28,4% населения района. 807 семей района получили материальную помощь на сумму 2,8 миллиона рублей. Кану Нового года все школьники с 1 до 4 класса – это 1548 детей – получили новогодние подарки от главы республики. Традиционно работники бюджетной сферы, а также предприниматели района, вручают игрушки и сладкие подарки детям из многодетных малопитечных семей – детей-сирот, детей-инвалидов. В 2019 году было охвачено 620 детей. Завершение своего доклада глава района отметил. В прошедшем году была продолжена работа над повышением ответа с власти. Ведь без учета мнения жителя сегодня невозможно принять важные управленческие решения. В 2019 году в адрес администрации района поступило более 638 обращений граждан. На личном приеме главы из них побывало 587 человек. Наиболее волнующее население вопроса затрагивает такие сферы, как трудоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы задолженности по поддержам за ЖКУ, материальная помощь, помощное лечение. Ни одно не осталось без внимания. Мы стараемся максимально поставить для них вопросы. Общая сумма, оказанная материальной помощи, составила на целых 60 миллионов рублей, получателями 151 человек. Мы тесно взаимодействуем с общественными организациями. С одной стороны, это позволяет донести до населения нашу точку зрения, а с другой подготовить общественное мнение к восприятию новых идей и проектов. На территории района активно действует 6 общественных организаций. Со всеми из них выстроены партнерские и доверительные отношения в вопросах решения проблемы жителей района. Это такие организации, как Ашхабовское отделение Адгахаса, Совет ветеранов, Общество инвалидов, Казачье общество, Союз женщин, Общество слепых. На поддержку этих организаций в 2019 году выделено из местного бюджета на целых 9 десятых миллионов рублей. Уважаемые коллеги, в ежегодном послании президента России, Федеральному собранию, глава государства озвучил целый ряд поручений и важных инициатив, которые должны оказать влияние на политическую и социальную жизнь страны. Особый упор был сделан на демографию и уровень жизни наших граждан. Право на материнский капитал при рождении первенства, ежемесячные выплаты родителям на каждого ребенка от 3 до 7 лет, бесплатное качественное питание детей в начальной школе, модернизация и переоборудование районных больниц и полихлиник, а также многое другое. Это основные направления, которые должны быть реализованы на местах, чтобы наши люди могли иметь уверенность в следующем дне, создавать семьи, в которых будут рождаться и воспитываться дети. Мы будем продолжать путь развития района, реализуя общественные инициативы, улучшая условия жизни граждан и решая новые задачи. Думаю, что совместными усилиями нам удастся выполнить все эти задачи. В ходе сессии присутствующими были заданы вопросы главе района, на которые он дал исчерпывающие ответы. Депутаты признали работу администрации района удовлетворительной. На мероприятиях выступили отраслевые министры, которые подтвердили полное взаимодействие с руководством района и дали рекомендации по их направлениям для дальнейшего развития района. В ходе обсуждения отчетного доклада глава ДГИ Мурат Кумпилов подчеркнул хорошую динамику развития муниципалитета. Отмечен рост производства основных видов сельхозкультур. Вместе с тем указаны на необходимость работы над увеличением поголовья, развитием мясного и молочного животноводства. Особое внимание обращено на важность улучшения предпринимательской активности с учетом возможностей Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». На сегодняшний день в Кашкабрском районе самое высокое число крестьянско-фермерских хозяйств играли воспользовавшихся грантовой поддержкой на развитие семейных животномочных ферм для начинающих фермеров. При этом я уже раньше сказал, что 94% уровня прошлого года – это количество поголовьев. В этом нужно особое внимание уделить. И муниципалитет, поселение – все должны понимать, что каждый грантополучатель – это точка роста его поселения. Необходимо активнее работать с населением, открытие собственного дела – это и самозанятость, и новые рабочие места, и расширение налоговой базы. Здесь был отмечен значимый вклад действующих предприятий и районов. В первую очередь, бюджетнообразующих, развитие промышленности, повышение объемов инвестиций в основной капитал. Да, процент высокий, но абсолютная цифра – это 55 миллионов рублей. Есть потенциал для развития – 100%. Отдельно руководитель республики остановился на задачах района в части увеличения инвестиционной активности. В инвестпортфеле республики только пять инвестиционных площадок от муниципалитета. Разработкой инвестпредложений должны озаботиться и главы сельских поселений. Министерство экономического развития республики готово оказать им необходимое содействие. Предлагаю главам всех сельских поселений района разработать и представить новые предложения по инвестплощадкам. Министерство экономического развития и торговли республики Адыгея готово оказать необходимое содействие, вплоть до консультации на местах и обучения порядка выполнения данной работы. Сегодня в республике работа усилена по всем направлениям, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Наша общая с вами задача полностью и в срок выполнить все запланированные мероприятия. Каждая из них приближает к нас к главной цели, это качественное улучшение жизни людей. Вот я сегодня благодарен, мы сегодня ездили по воде опережающие темпы, по газоснабжению опережающие темпы. И важно вот эту динамику муниципалитету сохранить. Проводимая сейчас работа в сфере здравоохранения должна обеспечить доступность современных медицинских услуг во всех муниципалитетах республики. Это касается первичной медико-санитарной помощи, оказания медпомощи детям, улучшения условий работы самих медицинских работников. В планах на этот год приобрести современное медицинское оборудование для детской консультации районной поликлиники. Построить и оснастить оборудование четырех фапов за один год только в Кашкапольском районе, а у нас по республике 24-25 фапов за год. Кроме того, уже готовится проектно-сметная документация на строительство врачебных амкулаторий в селе Гольном по улице Чепсины в поселке Дружба. Также будет установлено 138 автоматизированных рабочих мест в Кашкапольской районе и Центральной полиции. Но хорошо оборудованное медучреждение – это только половина дела. Из добросовестного отношения к своим обязанностям врачей, младшего медперсонала, говорить о качестве медуслуг просто невозможно. От медицинских работников требуется не только уважительное отношение, внимание к пациентам, а также стремление постоянно повышать свой профессиональный уровень. Только вместе мы сможем обеспечить развитие здравоохранения в республике. Если вместе будем переучиваться, повышать квалификацию, обучать, образование первичное давать, предоставлять, все это вы должны во взаимодействии с региональным министерством здравоохранения. Вот сегодняшнее совещание, вы увидели, министры региональные, насколько погружены в проблематику муниципалитета. Я специально, вот мы эту практику новую в этом году используем, когда министр выступает на отчетах главы муниципалитета, потому что все мы выполняем одну задачу. И вот если бы любой министр написал бы, что в заключении глава не понимает то, что делает, или глава не взаимодействует с министерством здравоохранения, или с другим министерством, мы бы выступили сейчас с большой критикой. И вы слышали, что министры говорят, глава вписан, глава понимает, глава двигается. Но дальнейшая задача это главы поселения. Мы кроме того, что требуем, вовлекаем в процесс созидательной работы, мы и занимаемся обучением глав поселения. И вот эту работу очень серьезно нужно проводить в дальнейшем. Я просил бы серьезную работу вот тут провести. Кадровый вопрос многое решает везде, но основное это, наверное, сфера образования, потому что это будущее нашего населения. Следует активнее продвигать мероприятия муниципальных программ по привлечению молодых специалистов в отрасль. Сейчас в республике формируется современная научно-технологическая база подготовки учителей. В Майкопе открыт центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, где большое внимание уделяется и подготовке молодых кадров. Работайте с педагогами на местах с тем, чтобы больше мотивировать их к постоянному повышению своего мастерства, освоению современных методов и технологий обучения. Наша общая задача повысить качество образования, обеспечить равные возможности для учащихся городских и сельских школ. Мы демонстрируем, я несколько примеров приводил, когда выпускники Республиканской естественной математической школы, которые на удаленном доступе обучают детей сельской местности, получают 100 баллов по ИГЭТам, по математике, физике и другим наукам. Поэтому важно, чтобы мы приблизили условия сельской местности к городской. Наша общая задача повысить качество образования, обеспечить равные возможности для учащихся городских и сельских школ. Так, в планах на этот год создать на базе двух школ района точки роста, центры для формирования современных технологических и гуманитарных навыков. Работа таких центров позволит устранить разрыв образования между городскими и сельскими школами. Району необходимо привести помещение в соответствии с требованиями к оформлению данных центров. Также в планах оснастить шесть школ муниципалитета современным цифровым оборудованием. В этом же году за счет софинансирования из РФ бюджета на базе шести районных школ должно быть создано 390 мест для организации дополнительного образования детей. А со следующего года дошкольное образование в районе должно стать доступным для всех категорий детей. Мурат Кумпилов также отметил, что помимо завершения ремонта и строительства учреждений культуры, в районе необходимо особо обратить внимание на наращивание кадрового потенциала в сфере культуры. Кроме того, руководство муниципалитета должно держать на контроле ремонт автодорог, санитарных состояний населенных пунктов и дальнейшее благоустройство территории. В ходе сессии глава ДГИ отдельно остановился на партийных проектах «Единой России». Благодаря их реализации стало возможным благоустройство общественных и дворовых территорий, а также реконструирование спортзалов в сельских школах. Говоря об исполнении социальных обязательств, Мурат Кумпилов подчеркнул важность осуществления своевременных социальных выплат, соблюдения сроков по предоставлению услуг в МФЦ и оказания адресной помощи нуждающимся и маломобильным группам населения. Вопросы демографии стали отдельной темой обсуждения. По итогам прошлого года рождаемость в районе чуть ниже уровня прошлого года. 235 человек родилось, а за прошлым – 239. Смертность в районе выросла и превышает рождаемость. Умерла 394, а в 2018 чуть меньше. На 38 человек было меньше. В стране с этого года в дополнение к уже действующим мерам поддержки внедряются новые президентские инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, семей с детьми, многодетных семей. Жители Республики Кашхаровского района в частности должны знать о таких мерах поддержки, иметь возможность воспользоваться ими. Активнее взаимодействовать с Министерством труда и социальной защиты Республики с другими профильными ведомствами. Одновременно введите разъяснительную информационно-просветительскую работу с населением, в том числе по укреплению института семей. Усильте работу по линии общественников, советов старейших. Прошу депутатов активно включиться в эту работу. Отдельное внимание мотивирует людей к здоровому образу жизни. Это во многом влияет на сохранение и укрепление здоровья населения, повышение продолжительности жизни людей. В Республике активно создается спортивная инфраструктура. Мы делаем спорт доступным во всех муниципалитетах. При этом учитываем доступность спортивных объектов и для граждан с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. Прошу активнее работать с населением, уделять большое внимание при общении людей, особенно молодежи, занятиям спорта. Врат Кумпилов также акцентировал внимание руководства муниципалитета на работе, связанной с обращениями граждан. Все обращения жителей Кашхабского района, поступившие на имя главы Адыгеи через разные механизмы обратные, были переданы руководителю территории. В завершении своего выступления глава Адыгеи затронул еще одну важную тему. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Руководству территории поручено усилить вопросы поддержки ветеранов войны, привести в должное состояние мемориалы и воинские захоронения, а также активно привлекать молодежь к участию в праздничных мероприятиях и памятных акциях. Уважаемые друзья, уверен, что четко выстроенная система взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти всех уровней, а главное поддержка самих жителей района, позволит реализовать поставленные задачи. Есть все условия для того, чтобы вывести Кашхабский район на новый уровень развития. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Кабинета Министров, Руководства Республики. Все мы за, чтобы каждый муниципалитет двигался вперед. Мы решаем общие задачи, которые в итоге должны обеспечить повышение уровня жизни людей. В завершении хочу поблагодарить руководство муниципалитета, депутатский корпус всех жителей Кашхабского района за добросовестную работу. Желаю новых профессиональных успехов, мира, добра, благополучия вам и вашим родным и близким. На этом работа 22-й сессии Совета народных депутатов Кашхабского района была завершена.